Сегодня в 5 часов утра полиция перекрыла Дегловский мост в Риге. Причина опасения в безопасности переправы. Но в результате была перерезана одна из главных транспортных магистралей латвийской столицы. Как сегодняшнее утро провели рижские автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и пешеходы, знает Галина Сладовник. Дегловский мост пустой. В 5 часов утра он был перекрыт полицией. И весь транспорт с улицы Деглова поворачивает на улицу Ницгалес. С Натальей разговариваем на бегу. Женщина опаздывает. Говорит, забыла, что мост перекроют именно сегодня. Вы знаете, где остановка? Куда вам надо идти? Будете искать? Нет, ну как все. Все сюда поворачивают, и мы сюда. А куда деваться? Туда ничего не ходит. Все сюда. Накануне сообщали, что мост будет закрыт для всех. Не только для машин, но также для пешеходов и велосипедистов. Мы идем на работу. Мост закрыт. Нам идти через Матиса. Можно машина, но это лишние километры еще наматывается. Впрочем, оказалось, что для пешеходов и велосипедистов мост все же открыт. Нужно смотреть на это все позитивно. До этого я ехал на работу на автомашине. И в дороге проводил минимум 20-25 минут, в зависимости от того, какие были пробки. Сегодня я на велосипеде. Мне нужно всего 11-12 минут. И еще это плюс для здоровья. Пробка на улице Ницгалес, по которой машины движутся в сторону южного моста, начала образовываться в 8 утра. Дежурившие рядом полицейские взяли регулировку движения в свои руки. Через несколько минут затора на Ницгалес уже не было. Но совсем без пробок не обошлось. По данным сайта Baltic Maps EU, движение было затруднено на нескольких улицах. В том числе на Матиса, Бревибас-Гатве и Заметанском мосту. Я думаю, особенно ужасный момент, что есть водители, которым кажется, что сократить путь и быстрее проехать можно по дворам жилых домов. Что это нормально. Хотел бы я видеть статистику несчастных случаев во дворах после этой реорганизации. В полиции призывают к ситуации, когда важная транспортная магистраль выпала из жизни города, отнестись с пониманием. Полиция делает все, чтобы снизить негативное воздействие. Но нужны все экспертизы моста в наиболее короткое время, чтобы мост был по возможности быстрее открыт. Оперативным службам тоже нелегко из-за закрытого моста. Не от ложки приходится лавировать. Руководство приняло несколько решений. Первое – передислокация отдельных бригад. Второе – позволим бригадам, которые возвращаются с вызова, в отдельных случаях использовать сигнализацию. И проблесковые маячки. И третье – еще строже будем отбирать звонки на 113. Тем временем специалисты инженер БУВ, разработчики проекта реконструкции моста, сделали проверку самой спорной опоры моста. Песка здесь нет. Это хороший бетон с гранитом. Честно говоря, с самого начала у меня не было сомнения, что там бетон. Там была возможность или внешняя оболочка, которая залита монолитом, или полностью монолит. Два варианта. В департаменте сообщения Рижской думы не исключают. Если результаты проверки у Бюро контроля строительства удовлетворят, то будет предложено открыть мост для движения. Галина Садовника, Игорь Сковалевский с Иван Милов. Латвийская телевидение.